здравствуйте друзья и приветствую всех на канале rzone game сегодня мы с вами посетим один из проектов построенных на базе игры арма 3 в роли play направлении но военной тематики подобных обзоров на моем канале еще не было это будет первый опыт обзора проекта который выдержан милитаристическом стиле данный проект называется red арма 3 rp а за основу данной сборки взята карта чернорусь которая многим известно поэтому останавливаться на ней и не будем а перейдем сразу же к тому что же из себя представляет данный сервер и начнем наверное с того что ключевым на данном роли play проект является служба в армии отыгровка роли военнослужащего новичка новобранца и карьерный рост но не просто служба в армии а именно в российской армии вот здесь вот недалеко от аэропорта в районе поселка гришина и располагается эта военная база на которой есть много подразделений все конечно же перечислять не буду остановимся только на основных и главных на мой взгляд потому что здесь есть и медицинская служба и инженерные войска и даже есть военная полиция но мы захватим только основные вооруженные силы основные по подразделениям наверное так их можно будет назвать и первым хочется упомянуть военно-воздушные силы россии предназначенные для ведения боевых действий преимущественно воздушно-космических пространствах с целью обеспечения обороны и безопасности р.ф. российской федерации ну вот к сожалению застать мне их так и не удалось все экипажи всегда были на боевых вылетах поэтому переходим дальше а дальше у нас идет мотострелковая бригада и танковый батальон предназначены для широкомасштабного ведения боевых действий на суше выполнения операций как самостоятельно так и совместно с другими родами войск ну а как это выглядит вы сейчас видите и казалось бы отчеты рассказываешь нам банальные вещи которые так в общем-то каждый знает я это показываю потому что зайдя на этот проект например вы захотели поиграть никакого принуждения вам не будет где служить за какие рода войск играть выбор только за вами хотите будете летчиком хотите будете танкистом хотите будете медиком или в полиции и вообще вы можете создать свою отдельный батальон из пяти человек ну заранее поговорив с администрацией и можете какой-то свой род войск ввести в общем-то администрация с распростертыми руками ждет игроков ждет предложение поэтому я об этом и рассказываю да и в целом если говорить о том что я увидел здесь на проекте как отыгрывается рп какие боевые действия проходят в дальнейшем я это все вам покажу я могу заметить что хоть у меня и нету какого-то громадного опыта я не часто хожу по таким проектам и делаю впервые такой обзор обстановка мне понравилось здесь нет того самого задротство задротство в плане военной тематики здесь отыгрывается все налегке все сделано для игрока то есть вас никто не будет здесь принуждать каждые пять минут отдавать честь там стал отжался упал отжался там вот этого ничего здесь нету играется налегке разговоры беседы знакомства все происходит так и ненапряжно нету вот такой вот прямо атмосферы что здесь вот такое давление какое-то на вас его воздействует вас заставляют чем-то заниматься ненужным как это происходит иногда большинстве случаев в армии до маршировать там ничего такого здесь нету и люди которые здесь собираются играют действительно для себя для души поэтому вот и я должен был просто об этом упомянуть здесь есть конечно же воинская иерархия есть звание есть карьерный рост и там по мере прохождения и по мере того сколько вы будете отыгрывать на этом проекте ваше звание естественно будет расти есть даже награды нога есть люди которых уже наградили и они носят медали есть все что нужно вот именно для военной тематики но тем не менее это еще и к тому же роли play поэтому и общение и разговоры все должны быть тоже конечно же сведены вот к этой вот военной атмосфере есть главнокомандующие если некоторые подразделения часть из них я вам назвал и даже показал боевые действия ведутся против ботов пока в соперников игроков нету будут ли они не знаю все боевые действия ведутся против ботов вот и здесь обученные они лутаются они прыгают через заборы вот так вот как сейчас на видео у вас поиграть не получится вот и действительно умные и воевать с ними ну не сложнее может быть чем с людьми но и не просто и в дальнейшем мы это увидим да и в общем то почему в дальнейшем чтобы не быть голословным и показать вам как здесь ребята действительно играют я покажу вам небольшой фрагментик давайте посмотрим значит так где у меня черный значит центури значит так значит с олегом встречаетесь на горе зеленый да ну что тогда переодеваемся ты едешь соответственно что делаем что делаем что делаем триста тринадцатая обеспечивается прикрытие вокруг приоритет на какую сторону и радиус прикрытия смысле смысле встречи это понял гора зеленая так чтобы если что там пацанам будет жарко чтобы у них была помощь на прикрытие на отступление но ваша основная задача когда придете на встречу всеми способами методами постараться договориться что мы готовы продать вам там оружие там туда-сюда там не знаю придумайте чем натовская которые там товарищ специалисты на данный момент поступила задача захватить постанический склад провизии непосредственно склад располагается в районе города горка он находится на юго-востоке от нашей базы значит захватываем увозим грузовики с провизии на базу товарищи пилоты отработали там силу противника поэтому какое-то сопротивление большое не ожидается сейчас подготовки соберитесь проверьте боекомплект и выезжаем все выполнять есть есть но с над к просыпайся так сдавайте парни готовимся сейчас марс подгонит машину дали волна выбрать я вам давайте погружаемся машину ну и вот друзья таким вот небольшим фрагментиком я вам показал как здесь люди играют как отыгрывают свое рп как они существуют вот в этой вот военной атмосфере я сказал в начале ролика что здесь нету никакого напряжения и да действительно люди играют с максимальным удовольствием не напрягаясь не перегибая вот эту вот военную палку всему должна быть какая-то граница это не в серьезные игры в тушина это не какая-то симуляция учебного подразделения нет здесь люди приходят для того чтобы поучаствовать боевых действиях чтобы поиграть в конце концов но конечно же поиграть в атмосфере ролеплея и вот в этот вот самый ролеплей мы сейчас и возвращаемся если вы не поняли то руководство выдало задание выдвинуться в точку боевых действий захваченную повстанцами отбить у них машину и забрать у них припасы ну что-то там вот я честно говоря уже сейчас не особо помню по моему какой-то запас продовольствия забрать у них со склада наша бригада туда и выдвинулась естественно сначала была произведена разведка дроном и потом уже самого движения на эту точку надо сказать что так как у меня и опыта то не особо много по съемкам в боевых действиях но еще осложняется делать тем что это боты и с ними не договоришься это если бы были игроки можно было бы предупредить что вот ходит пресса не стреляйте по нему там но потом этого не объяснишь поэтому снимать приходилось вот такими вот кадрами которые вы сейчас видите мало того что все это происходило ночью в условиях пнв то есть с прибором ночного видения и все время приходилось прятаться потому что ну бот не будет выбирать он стреляет кого попало поэтому мне приходилось больше прятаться не поэтому и кадров красивых мне сделать не удалось но участвовать в этих боевых действиях мне понравилось это здорово это атмосферно это прикольно на самом деле у нас были жертвы жертв приходилось вытаскивать с поля боя лечить прикрывая огнем ребята играли и действовали очень дружно видно что они уже не до первую операцию идут у всех есть свои задания у всех есть свои задачи каждый знает свое место играли очень дружно все что происходило мне очень понравилось действительно атмосферно и мне даже был как-то было без разницы боты там или какие-то игроки вообще абсолютно без разницы очень интересно смотреть на то как ребята действуют как они обыгрывают ситуацию как они отстреливаются как прикрывают друг друга это действительно интересно у меня нет опыта может быть где-то есть еще лучше отыгровка но мне понравилось то что происходило здесь было все ненапряжно без какого-то без какой-то агрессии ребята делали свое дело прикрывали меня прикрывали друг друга действовали очень и очень уверенно ну и как результат естественно задача была выполнена машину повстанцев была отжата склады были очищены погружены в этот шестьдесят шестой газончик и отвезены на базу то есть приказ командования был выполнен но надо сказать что это была такая разминочная легенькая ситуация которая в общем-то у ребят происходит каждый день дальше они поехали уже на более серьезные мероприятия с участием по моему там морская пехота была авиация была задействована вот почему я не смог ее поснимать авиация была задействована во многих операциях в этот день и ребята поехали уже помогать потому что какая-то бригада попала в окружение но на эту съемку я уже не поехал но в принципе я показал вам проект который в общем-то для меня был кого новинкой я не обозревал ни одного проекта роли плей военной тематики но вот такой вот проектик есть открылся играют дружный коллектив ну и конечно и каждый из вас может зайти и присоединиться как я уже и говорил можно даже создать собственное подразделение там не знаю хотите москову морских десантников там или воздушных десантников что угодно надо подойти поговорить с администрацией и если вас более чем пять человек вы можете создать свое собственное подразделение а какой вы род войск выберите хоть подводников я думаю что администрация вам сделает и это то не меньше удовольствия получите если придете в соло можно выбрать любое подразделение авиация танкисты и вот тут есть медики и полиция здесь очень много можете зайти в описании будет ссылочка на группу вконтакте этого проекта почитайте там много куда можно пойти в общем то выбор за вами если вам понравился данный обзор заходите играйте получайте удовольствие подписывайтесь на канал заходите по ссылочке в группу вконтакте проекта red arma 3 rp ну а у меня на это все спасибо всем кто посмотрел и всего вам доброго